еврейский новый год что за день такой о чем это шалом друзья я израиль парибский и сейчас я нахожусь в аэропорту возле границы когда мы проходим границу всегда есть пограничный контроль сначала проверяют вещи что ты проносишь собой потом проверяют тебя смотрят твой паспорт смотрят откуда ты приехал куда ты идешь смотрят кому ты принадлежишь какой стране и новый год это такой порог это проход в новую реальность это проход через границу вперед и тут есть конечно контроль в основном это самоконтроль мы спрашиваем себя а откуда мы идем куда мы идем каковы наши цели что мы за люди такие стоит ли нас пускать вперед для самих нас мы живем ту жизнь которую надлежит что мы делаем с какой целью мы прибыли спрашивают на границе куда лететь куда направляетесь всегда спрашивают ваша конечная цель очень важно задать себе эти вопросы в новом году потому что тут тому уже были да но мы это хотим вперед мы хотим чтобы это был не просто смена календарного года мы хотим чтобы это был какой-то шаг вперед шаг вперед можно сделать только имея направление мы оцениваем себя также на границе чтобы оценить человека в первую очередь нужно понять относительно чего мы оцениваем какие наши ценности в принципе кто нам нужен нашей стране нашем новом году кого мы хотим видеть если других людей мы можем избегать не обращать внимание то есть себя то мы точно возьмем тот ли вы человек который нам нужен для того чтобы провести с ним следующий год хочу всем пожелать чтобы в следующем году мы стали чуть лучше чтобы этот год шагом вперед в любом случае шагом к развитию нас как людей широтова сладко центральная заповедь нового года еврейского рошана трубления в шофар мы трубим шофар в этом году рошана выпадает на субботу и воскресенье в субботу не трубят бараний рог а вот воскресенье обязательно приходить синагогу и слушать трубление в бараний рог шофар это заповедь исторы еще что мы делаем в рошана мы едим сладости и желаем себе сладкого нового года мы приходим ему в синагогу молимся богу о том чтобы у нас был хороший год и самое главное тем что мы молимся богу обращаемся к нему мы свидетельствуем о том что мы подчиняемся богу берем принимаем его над собой царство да то есть мы принимаем гражданство такое таким образом да то есть мы принимаем таким образом подчинение богу да и новый год это граница переход через границу на границе очень важно показать предъявить гражданство предъявить подданство да то есть тем что приходим синагогу обращаемся к богу таким образом мы демонстрируем свое подданство и конечно мы осмысливаем и переосмысливаем свою жизнь проверяем да вот эту проходим пограничную проверку проверяем что проверяем как прошел наш год и чего мы хотим в следующем году за этим рубежом который мы пересекаем а 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